Добрый день, коллеги! Меня зовут Виталий Голицын, я бизнес-тренер по продажам, и в этом видео мы поговорим с вами о том, как эффективно отработать популярную группу возражений «Нам это не нужно», «Нам это не надо», «У нас все есть», «Нам неинтересно» и так далее. Возражение «Не надо», «Не нужно», «Не интересно» является одной из самых грубых и неприятных форм отказа клиентов, исходя из того, что в отличие от других популярных возражений, скажем, «Дорого или подумать», оно не подразумевает никакого дальнейшего взаимодействия с клиентом. Если клиент вам говорит «Это дорого» или «Мне надо подумать», у вас как бы есть шанс на то, чтобы ему что-то продать. Когда клиент вам говорит «Мне это не нужно» или «Неинтересно», он как бы говорит, что шансов у вас больше нет. Но это не значит, что у вас совсем нет шансов на сделку. Профессионалы продаж знают, что данное возражение в некоторых случаях является такой инертной отговоркой, и с ним вполне можно сработать, но, по крайней мере, осуществить попытку продажи. Данные возражения «Мне это не нужно», «У меня все есть», «Мне это не надо» возникают на двух этапах взаимодействия с клиентами. Либо в самом начале при контакте с клиентом, либо уже на финальной стадии взаимодействия. Давайте разберем, как работать с данной группой возражений в зависимости от того этапа, на котором вы его услышали. Если вы услышали данное возражение на начальном этапе взаимодействия, на это есть, как правило, пять основных причин. Первая причина – это банальный испуг. В одном из розничных магазинов я видел, как консультанты пристраиваются за клиентом, который заходит в этот магазин, следуют у него по пятам, а когда тот останавливается около какого-то товара, набрасываются на него со словами «Вам помочь?» или, например, «Что-то конкретное ищите?» Я смотрел на реакцию этих клиентов и видел, как они в шоке говорили «Нам ничего не надо», потому что просто банально испугались консультанты. Причина номер два – это стереотипы. Ну, действительно, есть определенная группа клиентов, которые, например, подвержены импульсным покупкам, и они, заходя в какой-то магазин, считают, что если к ним подойдет консультант или менеджер по продажам, то он обязательно будет им впаривать. Ну и, конечно, когда продавец или менеджер будет входить в контакт, то этот клиент будет от него всяческим образом защищаться. Следующая причина – это банально не тот момент. Ну, действительно, человек может быть просто банально занят или раздражен, а вы в этот момент пытаетесь вступить с ним в контакт. Конечно, ему проще вам сразу отказать. Если, к примеру, вы ему звоните по телефону, а он не может с вами разговаривать, он может вам на автомате сказать «Мне ничего не нужно, не звоните мне». Если, например, он заходит в магазин, а вы пытаетесь установить с ним контакт, а он чем-то раздражен, да, он также может отбить контакт с вами, потому что просто не хочет в данный момент ни с кем разговаривать. Следующая причина возникновения «Нам не надо, не интересно, не нужно» – это ошибка. Клиент просто не является целевым лидом. Ну, к примеру, вы звоните ему, предлагаете продвижение сайта, а клиент, например, вообще не имеет сайта. Ну или, например, клиент зашел в магазин, но ошибся дверью, да, вы подходите к нему и предлагаете товары, которые ему вообще не нужны, ну и так далее. То есть, в данном случае это просто банальная ошибка, и, естественно, клиент сразу будет от вас отбиваться любыми доступными способами. Ну и последняя причина – это указание. Данная причина, она очень распространена в сегменте B2B. Например, когда вы звоните и пытаетесь выйти на ЛПР, а у секретаря есть просто указание вам, соответственно, не предоставлять его номер и никаким образом не осуществлять с ним контакт. Ну и, конечно, если вы звоните такому секретарю, а у него есть указание отбить ваш звонок, он вам будет говорить, нам ничего не надо, не интересно, ну и так далее. Давайте еще раз посмотрим на причины возникновения данных возражений. Если мы сделаем это внимательно, мы увидим, что не на каждую из этих причин мы с вами в силах повлиять. Ну, действительно, мы можем просто не испугать клиента, либо как-то сработать грамотно с его стереотипами. Но остальные причины, например, неправильный момент или, например, ошибка или указание, с ними сработать достаточно сложно. А какой из этого надо сделать вывод? Ну, вывод очень простой, что если вы занимаетесь продажами, эти возражения не всегда зависят от ваших действий, и вы в любом случае будете их выслушивать от своих клиентов. А значит, относиться к ним нужно совершенно спокойно. Мне здесь очень помогла история про рыбака. Ну, давайте возьмем с вами профессионального рыбака, который приходит ловить рыбу. Забрасывает, например, рыба есть, забрасывает, рыба нет. Вот расстраивается этот рыбак, когда он не может вытащить рыбу? Ну, я думаю, что вряд ли. Почему? Потому что, а, он адекватно понимает, что не каждый заброс может быть результативным. Б, рыбак приходит получать удовольствие от всего процесса. И, с, если он хочет улучшить свои результаты, он улучшает удочку, улучшает свои снасти, ну и так далее. То есть стремится сделать это все более профессионально. То же самое и в продажах. Если вы занимаетесь продажами, спокойно относитесь к тому, что клиент вам говорит, мне это не нужно или неинтересно. Это совершенно нормальная ситуация. То ваша задача продать не каждому клиенту, а увеличить коэффициент конверсии. Вот к чему нужно стремиться. Давайте рассмотрим, как не допустить или грамотно обработать данную группу возражений. Не надо, не интересно, в зависимости от причины, исходя из которой они возникли. Первая причина – это испуг. Ну, эта причина, она инстинктивная, она досталась нам от наших предков, и поделать с ней мы ничего не можем. Ну, как в те древние времена, например, наши давние предки боялись заходить в чужие пещеры и боялись устанавливать контакт с представителями другого племени. Так и мы сейчас с вами с опаской заходим, например, в какие-то магазины в новые или знакомимся с какими-то другими людьми. Ну, и тем более, если вы заходите в какой-то незнакомый вам магазин и сразу к вам подбегает навязчивый консультант, то первое, что у вас возникает, это поскорее каким-то образом избавиться от данного навязчивого контакта. Ну, вот как раз, например, с помощью данного возражения, что мне не надо, не интересно, я просто посмотреть, ну и так далее. Вот как избежать данной инстинктивной причины? Здесь, на самом деле, есть замечательный способ, который позволяет избежать возникновения данного возражения и мягко установить контакт, который называется установление контакта в несколько касаний. Ну, давайте вот небольшой пример. К примеру, вы оформили карточку в новый фитнес-клуб, приходите туда тренироваться, и сразу к вам подбегает тренер и говорит «Здравствуйте, приветствуем вас в нашем фитнес-клубе, не хотели бы вы приобрести, например, индивидуальные занятия с тренером?» Или рассмотрим второй вариант. Вы приходите в зал, начинаете тренироваться, какой-то из тренеров, например, вам сначала кивает, потом на следующий раз он с вами здоровается, на третий раз, например, он вам что-то советует, на четвертый раз он вам что-то помогает сделать, а потом, соответственно, предлагает вам услуги. Вот у кого из этих тренеров больше шансов вам что-то продать? Ну, я думаю, ответ здесь очевиден. Еще один пример, который можно привести, мы реализовывали с компанией, которая продает зарубежную недвижимость. Там до объекта недвижимости нужно было ехать примерно там полчаса-сорок минут, и я видел такую ситуацию, что консультанты сажают, соответственно, клиента в автомобиль, начинают ехать и по дороге сразу входят в контакт, начинают выявлять потребности, ну и так далее, да, и презентовать этот объект. И я предложил им эту систему более мягкого вхождения в контакт, которая заключалась в том, чтобы клиент как бы сам первый спровоцировал контакт с консультантом. То есть консультант встречал клиента, сажал его в автомобиль, после этого говорил, что наша поездка до объекта займет 30 минут, после этого он просто молча ехал и комментировал объекты, которые они проезжали. На третий, на четвертый раз клиенты просто сами начинали входить в контакт с этим консультантом, и вхождение в контакт как бы входило достаточно мягко, и здесь уже, конечно, консультанты занимали более выигрышную переговорную позицию, потому что как бы клиент, получается, сам напросился на контакт. Но также этот метод прекрасно работает и в розничных продажах, да, то есть, например, не обязательно подбегать клиенту и сразу задавать ему вопрос, вам там чем-то помочь или там что-то конкретное ищите, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень хорошо работает, когда, например, клиент заходит в торговый зал, начинает идти по как бы представленному ассортименту, а консультант просто со своего места комментирует то, что проходит клиент. Ну, везде во всех проектах, где мы это внедряли, клиенты на самом деле сами через какое-то время на второй, на третий комментарий устанавливают контакт с консультантом и на самом деле сами, в общем-то, хотят, чтобы им помогли, либо что-то показали. Ну, то же самое и в B2B работает, да, например, вы сами лучше знаете, что, да, холодные звонки холодными звонками, но гораздо лучше и эффективнее происходит работа с клиентами, если, к примеру, вы познакомились с ним на выставке сначала, да, или, например, вас порекомендовали, ну и так далее. То есть, уже был какой-то первый контакт и, соответственно, на продажу это уже происходит контакт второй, там, третий, ну или так далее. То есть, какой нужно сделать вывод? Не тащите клиента сразу в постель, да, как говорится, постарайтесь с ним установить сначала контакт вот таким поэтапным способом. Этот способ называется способ трех касаний. Продумайте в вашей сфере бизнеса, каким образом вы можете сделать эти три касания, прежде чем презентовать клиенту свой продукт. Следующая причина это стереотипы, и один из самых популярных стереотипов это то, что продавцы все впаривают. Вот для того, чтобы избавиться от данного стереотипа, используйте вот этот мягкий метод вхождения в контакт, да, с помощью нескольких касаний. И, конечно, уже давно нужно использовать экспертный подход к продажам для того, чтобы клиент не чувствовал, что вы на него давите, да, а вы, соответственно, выглядели и рассказывали о товаре с позиции эксперта. Но эта тема достаточно большая, мы обязательно поднимем ее в следующих видео. На самом деле стереотипов огромное количество, и всех перебрать мы не сможем. Это могут быть, например, такие стереотипы, что, например, молодые девушки плохо разбираются в стройматериалах. Ну, к примеру, человек, который приходит в магазин стройматериалов, и девушка ему предлагает консультацию, он может сказать, мне ничего не нужно, или мне это неинтересно, только из-за того, что он не доверяет, да, так сказать, ее возрасту, и думает, что она ни в чем не разбирается. Или, к примеру, там, если продавец хорошо, дорого выглядит, да, клиент, например, может иметь такой стереотип, что обязательно у этого продавца какой-то будет дорогой товар, который он не потянет, и он тоже изначально будет блокировать этот контакт, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как правило, эти все стереотипы, они происходят из-за того, что товар, который вы продаете, не соответствует вашему внешнему виду и той обстановке, в которой вы это делаете. Ну, к примеру, да, вы, например, идете по рынку, к вам подходит китаец, предлагает вам купить оригинальную сумку Louis Vuitton. Но я думаю, вы вряд ли ее купите, да, только из-за того, что, в общем-то, не то место, да, так сказать, не тот внешний вид у продавца, и этому не соответствует продукт. А как от этого избавиться? Ну, потестируйте дресс-код, соответственно, да, в котором вы работаете для того, чтобы он соответствовал продукту, который вы продаете, и, в принципе, от каких-то стереотипов вы уже сможете избавиться. На следующие две причины возникновения возражений «не нужно, не интересно» повлиять достаточно сложно. Это так называемая ошибка, то есть, когда нецелевой лид, например, клиент по ошибке попал в другой магазин, ну или, например, вы звоните клиенту, который не может потенциально быть заинтересован вашим товаром, ну и так далее. Это можно только как-то оптимизировать, например, рекламную кампанию, улучшить контактные поверхности, ну или как бы работать с той базой, в общем-то, где вы знаете, что у этой базы может быть такая потенциальная заинтересованность. Ну и следующая причина – это когда вы, например, попадаете не в тот момент, и клиент, соответственно, отказывается от контакта с вами. Ну тоже, например, там, то, что человек раздражен или не хочет контактировать, от вас напрямую это не зависит. Ну единственное, это можно отработать таким образом, например, там, да, если вы работаете на исходящем трафике звонков, например, там, и звоните, например, потенциальным клиентам, можно просто посмотреть, в какое время клиенты лучше реагируют, когда они более контактные, да, и, соответственно, звонить клиентам в это время. Следующая причина возникновения возражения «не нужно, не интересно» – это так называемое указание секретарю. Но действительно, если у секретаря есть указание не переводить звонки на лицо, принимающее решение, что бы вы ни говорили, какие аргументы вы ни приводили, секретарь все равно будет отбивать ваш контакт, потому что он банально выполняет свою работу. И это нужно понимать. Ну, к сожалению, наиболее эффективные способы прохода секретаря, они все связаны с обманом. Я могу вам привести один из примеров честного прохода секретаря, но если, конечно, только ваш продукт будет позволять это делать. Это так называемое ценностное предложение. Ну, в чем оно заключается? К примеру, да, вы, например, поставляете кофейные аппараты в организации, да, и вы рассчитали, что, в принципе, вы можете поставить такой кофейный аппарат, например, в какую-то организацию, и готовы, например, там, что неделю этот аппарат будет работать совершенно бесплатно, да, то есть, ну, скажем, в качестве такого триал-периода. И, соответственно, если у вас есть такое ценностное предложение, теперь пройти секретаря вам будет достаточно просто. Вы просто звоните в организацию и говорите секретарю, здравствуйте, вот мы бы хотели поставить вам бесплатно наши автоматы, чтобы целую неделю ваша организация бесплатно пила кофе. Да, ну, не знаю, такое предложение может заинтересовать секретаря, но даже если не заинтересует, вы тогда в этом случае можете сказать, а вы не могли бы передать наше предложение просто своему руководителю? Будьте так добры, просто скажите два слова, что у вас звонила такая организация, которая говорит, вот, неделю, соответственно, бесплатно хотим поставить аппараты, и ваша организация будет пить кофе. Посмотрим, что он скажет. Ну, а, соответственно, дальше через какое-то время вы перезваниваете и спрашиваете, донес ли секретарь эту информацию до лица, принимающего решение. Все вот такой вот ценностный способ. Итак, мы с вами рассмотрели несколько способов, которые позволяют не допустить возникновения возражений ненужной, неинтересной на начальном этапе взаимодействия с клиентами. Но что же делать, если все-таки данное возражение возникло? Первое, что нужно сделать, это, конечно, отступить. Все-таки возражение достаточно грубое, поэтому нормальная реакция нормального человека, это сделать шаг назад и сказать, да, надоедать не буду, ну, либо что-то такое. Просто, чтобы клиент ваш выдохнул и расслабился. А после этого попробовать сделать так называемую попытку установления контакта. Каким образом? Есть несколько способов, которые позволяют качественно это сделать. Первый способ – это так называемое отвлечение. К примеру, клиент вам говорит, это ненужно, неинтересно, вы ему говорите, да, конечно, навязываться не буду, можно только оставлю свою визитку. Протягиваете ему визитку, он ее забирает, тем самым как бы отвлекается. Вы ему говорите, вот меня, кстати, зовут Виталий, скажите, пожалуйста, о вас как зовут? Вот он говорит, как зовут. И дальше вы ему говорите, а скажите, пожалуйста, вы вообще никогда страховками не пользовались, ну и так далее, и начинаете работать с этим клиентом. Или, например, это можно сделать в магазине. Например, клиент говорит, мне ненужно, неинтересно, вы ему говорите, да, конечно, надоедать не буду. Смотрите, вот здесь у нас, например, товары со скидками. Вот там у нас, например, наша новая коллекция. Вот тем самым вы как бы отвлекаете клиента и дальше можете перейти, например, на установление контакта. Это можно сделать и с помощью брошюры какой-то. То есть, например, нам это не нужно, мне это не нужно, неинтересно. Да, конечно, можно только на будущее брошюру оставлю. Вот, возьмите, пожалуйста, даете брошюр, говорит, ой, позвольте, я вам только расскажу, что там и как. И, соответственно, вы отвлекаете клиента и рассказываете ему что-то, что есть в этой брошюре, тем самым устанавливаете контакт. Способ достаточно эффективный. Следующий способ называется один вопрос. К примеру, клиент вам говорит, мне это не нужно, не интересно, вы ему говорите, да, конечно, навязываться не буду, можно только один вопрос. Ну, как правило, на один вопрос клиенты готовы ответить, главное, чтобы этот вопрос был грамотный. Следующий способ вы не хотите. Ну, к примеру, вы звоните клиенту, что-то предлагаете, он говорит, нет, не нужно, не интересно, и вы ему говорите что-то, от чего очень сложно отказаться. То есть, к примеру, вы не хотите клиентов или, например, вы не хотите заработать. То есть, на самом деле, от этих вещей люди не отказываются. И после того, как клиент вам говорит, нет, клиентов я хочу или заработать хочу, вы говорите, вот видите, мы предлагаем, и здесь говорите, что вы предлагаете своему клиенту. Следующий способ называется «а если». К примеру, клиент вам говорит, мне это не нужно, неинтересно. Вы ему говорите, а если я вам скажу, что у нас сейчас распродажа 80%? Ну и так далее. Ну и четвертый способ – это способ, который называется «большинство моих клиентов». То есть, к примеру, клиент вам говорит, мне это не нужно, неинтересно. А вы ему говорите, ой, вы знаете, большинство моих клиентов так же в самом начале говорили, пока они не узнали, что. И здесь вы говорите что-то такое, что действительно может этого клиента зацепить. Мы сейчас с вами разобрали 4 способа реагирования на возражение «не нужно», «неинтересно». Если вы хотите посмотреть еще способы, то я под этим видео оставлю ссылку на мою статью «20 способов работы с возражениями «не нужно», «не интересно». Смотрите и подбирайте способ, который лучше всего подойдет для вашей сферы продаж. Когда вы слышите возражение клиента «не нужно», «не интересно» после того, как вы презентовали свой товар, у меня есть для вас две новости. Одна новость хорошая, другая новость плохая. Первая новость хорошая. То, что клиент вас выслушал, это значит, сам товар и ваша идея ему уже хоть немножко, но интересны. И новость номер два – плохая. Если клиент не говорит вам, например, «дорого» или «я подумаю» или какие-то другие возражения, а выбирает возражение, например, «мне это не нужно» или «мне это не интересно», то есть достаточно грубую форму возражения, то значит у него есть к вам определенное недоверие. А недоверие возникает по двум причинам. Это либо отсутствие логики, то есть клиент не видит логики в вашем предложении, в вашей компании или в вашей системе продаж. Естественно, у него возникают определенные сомнения. Вторая причина – это неконгруентность, то есть неестественность сказанного. Вас выдает ваша невербалика. К примеру, вы не верите в свой продукт или, например, не верите в свою компанию, ну и так далее. И, конечно, клиент это все будет по вам считывать, и у него возникнет определенное недоверие. Как правило, за возражением «не нужно, не интересно», которое вы слышите в конце презентации, стоит две основные причины. Первая причина – это нет ценности. То есть вы рассказали о своем предложении клиенту таким образом, что он не увидел в нем ценности для себя. То есть не были выявлены, например, потребности этого клиента, не были найдены какие-то проблемы. То есть вы сделали определенную шаблонную презентацию, после которой клиент не понимает, зачем ему ваш товар. Причина номер два – возражение «не нужно, не интересно» является ложным возражением. То есть за ним кроются какие-то другие возражения. Дорого, нужно посоветоваться, нужно подумать и так далее. Просто клиент вам не хочет об этом говорить. Как работать с данным возражением? Самое главное, что нужно сделать – нужно выявить вообще потенциал этого клиента. Чтобы не портить себе нервы и не портить нервы клиенту. Так как возражение достаточно грубое, мы об этом уже говорили, на самом деле клиент просто может быть уже забетонирован. И на самом деле он говорит это и хочет, чтобы вы просто от него отстали. Поэтому задайте два вопроса, которые позволят вам понять, вообще реально с этим клиентом дальше работать, или можно на этом прекращать взаимодействие, либо подбирать ему какой-то другой товар. Если вы слышите от клиента возражение «мне это не нужно», спросите у него, вам вообще это в принципе не нужно, или хотелось бы, но пока есть какие-то другие причины. Если клиент вам говорит другие причины, дальше уже следуют вопросы прояснения. А если он, к примеру, вам говорит «нет, это мне вообще в принципе не нужно», можно задать еще один вопрос. Вопрос будет звучать таким образом. А если я вам это за 100 рублей предложу, вы это тоже не возьмете? То есть если уже клиент вам говорит, что я и за 100 рублей не возьму, то уже все, можно заканчивать взаимодействие с клиентами. Если он говорит «нет, за 100 рублей возьму», тогда дальше вы можете попробовать с ним поработать, сказав ему «ну значит вопрос только в стоимости», ну и дальше, соответственно, попытаться выявить потребности и презентовать свой продукт немножечко по-другому. Если клиент вам говорит, что вопрос только в стоимости, или, например, есть какие-то другие причины, попытайтесь прояснить эти причины. С помощью простых вопросов можно это достаточно эффективно сделать. Какие это вопросы? Ну, например, там «А что конкретно не устраивает?» Или, например, «Если не секрет, в чем причины?» Или, например, «Почему вы считаете, что это вам не подойдет?» Или, к примеру, такие более глубокие вопросы, например, «Что могли бы мы улучшить для того, чтобы наше предложение могло вас заинтересовать?» Или, например, «Что бы мы могли сделать, чтобы наш продукт вам подошел?» Ну и так далее. Подберите какие-то вопросы, которые хорошо подойдут именно для вашей сферы, и вы сможете тогда выявить, какое же возражение крылось за возражением «Нам это не нужно, не интересно», ну а, соответственно, его уже, это истинное возражение, отработать по какой-то классической схеме. Ну что ж, друзья, я попытался достаточно подробно вам рассказать, как работать с возражением «Ненужно, не интересно». Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, «Нравится», делитесь, подписывайтесь на мой канал, а в комментариях к этому видео напишите, пожалуйста, вашу сферу продаж и возражения. Я постараюсь на них ответить и привести вам какую-то качественную аргументацию, которая позволит вам увеличить ваши продажи. С вами был Виталий Голицын, бизнес-тренер по продажам. Всего вам доброго и больших вам продаж!